Сегодня у нас 5 июля 2016 года. Вот ребятишки трудятся до завтрака. Тимофей и все. Так, бегом! Вон Никита со своими гальянами бежит. Гальяны. Как только приезжает комиссия, у нас речь не меняется. Сейчас помолимся, я вам расскажу. Но ничего не скрываем, чтобы люди знали училить. Боже, милости будь не грешного. Созрай мне Господи, помилуй меня. И счастливайся грешен, Господи, прости меня грешного. Помилуй благослови. Больше всех на тебя, Господи, уповай. Ты дайшим тысяч его благовремени и отверзайши. Ты щедрую руку Твою исполняешь. Всякое животное благоволение. Слава Цвесину и Святому Духу. И ныне пресной в обеке веков. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благослови. За молитву причистывайте матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь, Боже, милостью будь не грешным. Создай в имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Есть Слово Божие. У него три названия. Священное Писание и Библия Святая. Запомните. От Бога исходит. Это одна и та же книга. Святая Библия. Вот если мы смотрим по-английски, они прямо так и пишут на корышке. Холи Байбл, Байбл, да Холи Байбл, Галлиги Бибель, на всех языках. А у русских просто оставили Библию. Везде добавляется Слово Святая. По-другому называется Слово Божие. То есть оно идет от Бога. И в-третьих, оно неприкасаемое. Каждое Слово от Бога. Все Писание было духовное. Называется Священное Писание. Как бы ни назвали, вы знаете, это о Библии речь идет. Вчерашний день у нас был с какими-то маленькими такими знаками. Вылетели лосочата. Вы видели, как они над вами выводились. Постепенно в гнездо не умещаются. За краешки цепляются. Но ни один никуда не уходит. Мама сказала, вылетай. А они пошли. У нас сейчас что? На кухню поставлены работники. Воспитатели. Они работают. Выйди сюда, Кирилл. У тебя это уже вошло в это. Галина Александровна, представь обвинение в его адрес. Уже не в первый раз. Я его о чем-то прошу. И он начинает. А почему я? А пусть тот, а пусть третий, а пусть десятый. Я говорю, я тебе сказала, иди. Он мне снова да снова. Все понятно. Она говорит, правда или не правда? Правда. Правда. Но отсюда будем дальше делать выводы. Так что лучше, пилить? Дрова легче или на стол накрывать там отнести? Ложку положить? У нас, которые любят, ребята, они все время смотришь, дежурят и дежурят подряд. Дальше. После, как все поели, вы садитесь. Уже идите. Там что-то и подсунут вам, может быть, двойную порцию каких-то пряников. Нет, вот ты набучился. Ты начинаешь корректировать указания старших. Ты сам рассуди. Какого наказания ты за это достоин? Любого. А? Любого. Ну, любого-то ты хватил. Любого. Вон дерево, видишь? Вон на той стороне. Четыре километра, и там локни проходимой вода. Тебе нужно дойти до макушки дерева одного, следствие второго, третьего. А потом вернуться. Выполнишь? Выполнишь. Да никогда. Просто из-за... Во-первых, тебе локни перейти. Во-вторых, не залезь до макушки. Это ломкое дерево тополь. А, сделаю. Ты совершенно не думаешь, что говоришь. Это привычка уже в тебя вошло. А привычка сопротивления к старшим, это бессоветие и непослушание. Это два коня. Вот одного коня звать не воронок, а бессоветие. То есть ни с кем не советуется. А другой непослушание. Он все время комментарии будет давать. Вот у нас такие есть взрослые некоторые. Что бы ни сказал. Вот вчера мы работаем. Приготавливаем место, приезжает новый поселенец. Крапива. Репей выше вот этой руки. Все заросшее, плантация. Ну, мы четверо там работали. Я на этой стороне работаю вот с господином Калинниковым. Говорю, вот где ворота заезжать? В воротах ничего нельзя. Машину надо загонять. Дальше освободить место. Володе, говорю, а то будет лежать там кто-то. А дальше уже репей. Идет Алеша Устинов. Я подозвал. Скажи, тебе нужно у тебя козы? Да. Матушка подошла как раз. Коз очень любят есть репей. Но, видимо, молоко будет пригорклое немного. Да, мне надо. Ну, хорошо. Мы наклали там огромные кучи. Но дальше там еще репи кучи наложены. Зачем таскать, когда можно через ограду кинуть? Но через ограду кинуть надо подготовить место, вырвать траву. Виталий, объясни дальше, что было. Выйди сюда. Только ничего не скрывай. Скажи, как было. Он, я показал, за ограду выбросил. Сначала там нужно траву убрать. Траву убрать. Вырвать все. И репей есть, отломить, убрать, чтобы чистая поверхность. Иначе, когда будешь брать, зацепило, тебе не вытащить. Я захотел скосить. Дальше что? Ну, я захотел скосить это. Понятно? Я говорю, вырвь, он хотел скосить. Косы у нас обе поломаны. И ему никогда не дам. И там косить негде. Вот такое пространство. Он хотел косить. А может быть, ракетным ударом ударит там. Атомной бомбой пожечь. То есть, все время фантазии, чтобы только не работать. Дальше что получилось? Дальше вы стали показывать, как нужно. Да не показывать. Я вышел в калитку, вышел на улицу и говорю, иди сюда. Он на своем стоит. Рубить только мечом. Что угодно городит. Я встал на колени. Дальше продолжай. Ну, я смотрел, как вы показывали мне. А мне в голову не пришло, что нужно тут же было помочь вам. Наглость. Понятно. На колени. Я встал на колени. Показываю. Две руки берут. Вырываю. Бросаю тут же, чтобы только травы не было. Дальше. Репей. Перемещаюсь. Ты стой. Смотри. Он стоит, смотрит. Он бы сказал. Понял. Разрешите я здесь. Ничуть не бывал. Это его обычная поза. Сторонний. Что бы ни делал. Тяжелое бревно стоит. Ну, явно один конец подняли. Бери второе-то. Вот такой вот подвижкой. Даже на компот не заработаешь. Какая-то жизнь. Володя там косили, где мы пошли на Рыжковском. Володя весь мокрый, как лягушонок. Там камыш старый, трудный. Эти работают все мокрые. Я подошел, мне так спать охота. Понимаете? Сонное состояние души. В духовном плане ничего ты не получишь. Написано, бегите на ресталище. Бегите. Все бегите. Но один получает награду. Если одна награда, значит как надо бежать? За всех ног. Как? Ресталище это стадион. Как ты прибежишь? Что ты сделал? Кому? Я рву до конца. Он спокойно стоит рядом. Дальше что было? Дальше тебе уже не ответить, что. Понятно? Я тебе дальше показываю. На твоем месте, я бы, говорится, в сырую погону начал гореть от стыда. Никакой нужды нет. Как с гуся вода. Плю в глаза, он говорит, божья роса. Понятно? И это начинается не в один день. Не в один. Я тебе авторитет твой не унижаю. Это твоя площадь по один раз, а ты везде так. Дети что-то делают и стоит. Да почему же ты видишь, что ребенок-то неправильно делает? Это я не хозяин. Где бы ни шли, на дороге лежит убрать. То есть сильная отговорка, я не хозяин. А я хозяин. Лагеря не было. Здесь были одни навозные кучи. Вот где стоите играете. Это глубокая яма была. Одна учительница в дождь поскользнулась, упала. Мы думали, она убилась. Все заровняли, сделали. Вы даже не знаете, что здесь было. Это яма на яме. Пустое место. Советская власть. Нам не разрешали. Я добился разрешения. Дали три гектара. Три гектара это дорожка идти, где купаться. И мой крестник, он главный агроном Корчино, Сисков Алексей Семенович. И он добился. Это висит документ здесь на стенке. Все это непросто. Приезжает, а кто вам дал право, а он собрал. Представитель совета, директор совхоза. Все подписи собрал. Главный агроном подходит. Да как они могли, да. Теперь с ними разбирайтесь. А к ним они не сунутся. Все коммунисты. И все. Ты даже не знаешь сколько. Я 32 раза в краевой прокуратуре был. Вот здесь вот телята держали они, корченские, за 15 километров. А здесь, я не знаю, вначале у них было, здесь лошади были, а тут телята. Потом овечки. Они пьяные, матерятся, вечером слышно. По всей деревне матерки летят. Пьяные пастухи. Ничего нельзя сделать. Они уперлись никак. 15 километров. Они за пределами лагеря, на той стороне. В конце концов, земельный комитет Алтайского края, Кожанов. Все едут. Бабиалькевич тогда был. Прокурор края. Краевой суд задействовали. Наконец их вон туда выдвинули. Они говорят, за Андрея Шинлок это 4 километра. А мы все равно будем пасти здесь. А им сказали, за 6 километров уйдите отсюда. И они там теперь поставили. Ты бы знал, 32 раза прокурором края встречаются. Иду к губернатору Суриков. Потом его не избрали. Недокимов избрали. А он полномочный посол в Белоруссии. А это старый коммунист. Опытный в работе был Суриков Александр Александрович. Я с ним встречаюсь. Я говорю, Александр Александрович, не курите. Ваша жизнь ограничена. Вы не надеетесь на свою власть. И кому коммунизм этот ушел в прошлое. Ты готовый. Вот это осмысли маленький. Ты понимаешь, за каждой доской здесь, за каждым столбиком история. История. Мы бегаем. Вон, купаться здесь нельзя было. Тут пруда-то и не было никакого. Там все разрушено. А там дальше, вон туда. Первый мостик и второй. Километра два с половиной. В райкомовские приезжают. Мы видим машину. А я не вижу. Мы бегаем. Такой кузнечник называется Кардинал. Он крылья черная. А когда он смахивает, там красная-красная вот такая копта. И он тррррррррррррррррррррр. И мы бегаем за ними. Они приезжают. О, так мы думали, кто там бегает. Так. А я бегаю за кузнечиком-то, бетишками. Понимаете? И они сразу обмякли. Они нас искали по полям, по лесам. Восемнадцать раз лагерь менял положение, где остановиться. И там обосновывались, а нас сжигали, уезжали. Восемнадцать пепелищ было. Ну маленько прикинь к себе Мы приезжали сюда на поезде Приезжали рано Где ночевать? Мы должны были знать где Коплы старые есть Разрывали коплы и заливали Ничего больше нету Дальше выбирали где место Подальше маленько Надо было лодку А плавать-то охота Пенопласт был спрятанный в другом месте Там яма в лесу Зарывали Что-то сгорало, что-то пропадало Ты бы знал, что здесь было Но надо же схроны делать Дети уходили с завязанными глазами Мы говорили Кто скажет, что все пропало Мы шли дорогой И детям завязывали глаза С их согласия И мы их уводили Уводили где-то заросли И они дальше работали Тогда этих не было Самые маленькие были Может быть с него Из армии вернулись Невесты настоящие Говорю, один раз С поезда сошло 72 человека Нам было с кем работать И вот они там работают Теперь уходить на обед Снова завязывают глаза И выходят Чтобы никто не знал, где было С ребенком легко было разговаривать Вот здесь вот Когда корок к нам идете И с левой стороны Там яма Там барсущая нора была Мы раскопали барсука На его месте сделали Большой схрон Большой Могли приезжать священники Спать Снова все замуровали Сравняли с землей Насадили растения И барсущую нору оставили И через нее пролазили туда Это история Все в кино показано Ты бы стал это делать Вот это вот подвал Куда ходим Подвал заворачивается Вот мы уезжали Обувь старая брошенная Мы ее сжигали Закапали Все раскопают КГБ Это сильная организация Они все искали Ну и А пастухи-то вот спят Рядом Нам делать можно было Только ночью Когда спят они Делать в полной Абсолютной тишине А у них маленькая собачонка Она тяф-тяф Тяф-тяф Мы должны думать Чтобы она не тяфкала Как? Несколько моментов В первую очередь Преручить ее А во вторых Ликвидировать Она ничья Приблудная была Это все надо было Брать на себя Вот этот подвал Мы хранили Там кое-что Сначала подвал Когда выезжали Мы в подвал Затаскивали Большие бревна Сверху дрова И они КГБ туда лезли Выбрасывают дрова С щупами Нигде ничего нету Но они не знали Самое главное Было здесь И когда сейчас пишут В газетах написано Игнатий Тихонович смеется Они говорят Очень ленивые Они боялись Поработать Надо было бревна Вторым шестером Вытаскивать наружу И тогда под ними Щупом Они бы нашли Там где Залазит Деревянная крышка Но чтобы она была Не в одном Мы везде застилали Но ни в одном В другом В третьем Открыли Ничего нету Но в одном месте Крышка поднималась Землю надо было выбросить Крышка открывалась И там вот такой шур Шел вниз Высотой примерно такой Там была картошка Мы хранили ее Но если бы они Картошку выбрали Поворачивалась одна стенка И начинался тоннель вниз Мы долбили И долбили Ведрами вытаскивали Воздуха не хватает Вот это стоит Башня Вот это Это там внизу Шел тоннель По краям Светильники светили Зажигали Они гасли От недостатка кислорода Надо было сделать Где-то доступ Воздуха Рядом люди Мы уезжая Ставили разные Старые конопля Сравнивали И как будто растет Ну дерни там Корня-то нету Где-то Это наша биография Ты стал бы это делать Это не мое Дети не мои И всех надо было сохранить Таких схронов Шесть штук было И они практически Не нашли ни одного КГБ А еще я сгорю Что такое? Разведут Разведуправление Главное И там они Ничего бы не нашли Дети не знали И в фильме Все это показано А я не хозяин Мы не могли так сказать Мы работали Приезжая из города Мы видели Вот здесь вот шалаши стояли А они заклепки лежат Гвоздики старые Мы плакали и молились Молились о врагах Которые это сделали Чтобы Господь помиловал их И начинали строить Когда косу привезли Тогда легче было А то мы ножом Резали камыш Представь Ножом А сколько на шалаш требуется Вот только Володя знает И Никита Сколько ты тележек возил? Десят И не один день Так? Огромные тележки И возили откуда? Вон из лога А мы делали там все вручную На себе Ни тележки Ничего нет Делали большие шалаши По 10 человек И палатки Каждую палатку Рвом обносили Чтобы вода стекала Здесь работы Крайне початые Но пройдет время Коммунисты это поймут И будут говорить об этом Ставить пример Фильмы поставят Фильмы Государственные фильмы Это тогда видео не было Вот с такими бобинами приезжают И один фильм Причусть Я занял первое место На международном киноконкурсе Документальных фильмах О православии А второе Первое место в России Это не наша оценка Как вы еще ради фильма трудились? Да мы и не знали Надо было уговаривать Чтобы согласились Показать где И тогда они спустились В подвалы Спустились там где были Мы открыли все Потому что советская власть Уже кончилась Ну маленько то Возьми что-то на себя Какой-то груз Вот этот уезжает Этот остается Этот уезжает Сегодня могут привезти Еще мальчика А тогда было не так мальчика Поезд Никто не приезжал ниоткуда Да и кто это не знал Поезд Он останавливался днем Расписание было другое Мы работали И ни один не сказал А дети не мои Был один такой Он ушел К старой обрядцам Он идет Детей вести Фильмы Смотрели у батюшки Тогда на этих Видеокассеты были Он идет В сторону Отвернется А рядом дети идут Я доверял девочке Вот такой Валя Стоянова Из Ишима Лучшая характеристика Была выдана Понимаешь А какой об этом тебе Взрослые подходили Воспитатели Какая характеристика И они помещены у меня В книгах Какую я тебе дам Характеристику Если ты сам себе Говорит Не нравишься Какую я тебе дам Характеристику Если ты противоречишь Я тебе для чего Рассказываю Это биография Вот этого места Оцени Где ты находишься Таких лагерей Нигде нету Собираются люди Ставят Получают разрешение У нас ничего Этого не было Ничего Мы скрывались А советская власть Мешала Мешала Но мы делали Детей я им Не отдам Сегодня они приедут Мы договорились Как только появляется Сразу пять раз Пять раз Даже ты уже не нужен Пять что означает Тревога Ударить пять Подержать Да трижды Маленько подождать Еще пять раз Еще пять раз Будет здесь Виктор Николаевич придет Будет пение вести Потом он поднимет вас И уведет Разговаривать будут Только Загуляева Их мама здесь С моего разрешения Мы не знаем Как повернется дело Но уже Структура понятна Не запустить их нельзя Это указание президента Мы находимся На территории Муниципального Образования Мамовского района Законы все Мы должны исполнять Они написали Что мы Тот раз Из-за Тимоши А второй раз приехали Я их уже не запустил Уже проверка была Но сейчас проверка идет Не у нас Не из-за Тимоши А по всем лагерям Страны России И мы обязаны Подчиниться Но по нормам Мы не подходим Такой столб кривой Куда он пойдет Ну у нас Какой хлеб Как готовится Все Посмотри У них нормы Какие там Асфальтированная Дорога Готовят Как У нас ничего Этого нет Но у нас Бог милует Мы живы Здорово Понятно Вот сегодня Надо бы Мы уже там Все сделали Володя Володя там Рисковал Собой Вот Кому надо Сильно качаться Там около Бабы-нави Там на шарнирах Но двоим Одновременно нельзя Потому что Качели касаются Друг друга На большой Разуться и качаться Там можно Но крепко держаться Ну не ставить рекорды Не надо Зачем тебе нужно Еще она нога подсказнулась Упала с такой высоты Покачались И приехала домой Здоровенькая То что хочешь сказать Так Где твой Магнит Он висит Да он не висит Он должен с тобой быть Чтобы он не висел С утра до вечера Чтобы будешь ходить с ним И ты вот так вот Бери Вот сейчас Лев Поработайте И вот так вот Веди Везде К нему будут Прилипать гвоздики Ты полезную работу Сделаешь Давай Выйди А я хотел спросить Вот Андрей говорит Что этот магнит Будет У Степы До девятого До девятого Что значит до девятого Не слышала такого Девятого вообще ничего нет Суббота Девятого никто отсюда не выезжает В воскресенье Маша мама приедет Она мне вчера говорит Что-то там Ему надо Остальные как Я говорю Могут остаться Остаться могут Мама обрадовалась Так Ну и хорошо То есть остаться можете Еще на три недели На три Просишь ты домой Я тебя не держу Мне от вас В общем-то Какая польза Денег вы не платите За вами еще нет Но тебе полезно здесь быть Каждый день под контролем Ты сытый Все у тебя есть Советую успокоиться Три недели Задимать Вот так надоест Ты противоречишь Сейчас воспитателю Это будет у тебя В другом месте Вот он вырос Здоровый дядька стоит Он все время комментирует Что бы ни дал Сказал Он обязательно Вывернет Какую-то такую Ну даже Чушь Даже не назовешь Блажь Невыполнимую Ну сказали Руби топором А я думаю Надо колуном А колуна и нет Колун-то в башке Висит Ну что бы ни сказал Таду Раз Зачем это Ты молча поклонись И пошел дальше Если в монастыре Тут мне кланяться не надо Что непонятно Виталий Ты так многое Здесь увидел Так Тебя кто крестил Я не знаю А? Я не знаю Ну как Не знаешь А ты отца Константина знаешь? Константин Знаю Да Знаешь Как он тебя крестил Погружал в воду Полностью Троекратное Полное погружение Фамилия его как? Полнов Вот сейчас в Красноярске Он там в Красноярске И тогда Пришли люди Которые ушли от баптистов Домнич Михаил Хороший человек Серьезный И жена И дети там У него двойняшки По 17 лет Там и одну крестил Он крестил И баптисты Заинтересовались И друга спрашивают А его не спрашивают Наконец Некто начали спрашивать А почему ты ушел? Они искали Какую общину? Там есть деревня православная Старобрядцы И он к ним присоединился Еще около 10 баптистов Опять перешли Теперь У отца Константина Было только две бабушки Две бабушки А теперь у него Община настоящая Это сегодня В событиях дня Я это указал Так что тебе поклон Как бы от отца Константина Тебя там вспоминают Который крестил Крестил правильно Благословен Да будет этот отец Константина Михаил Это сегодняшнее событие Становитесь Так Что ты от меня хотел? Я хотел спросить Андрей говорит Правильно что Степа будет Собрать сегодня Завтра Послезавтра И так до 9 Или он будет Собирать только сегодня А тебе зачем Это знать про Андрея Это не понял я Почему ты Андреем Интересуешься Он что тебе Подчиненный Или в одной Связке В альпинисты Идете Что за вопрос Тебя это Абсолютно Не касается За тобой Папа приезжает В 10 Вот это Щетка ясна У тебя Сапог Расклеился Дробот Ну Сылопан Надевай Или как-то Продрал где-то Напоролся Потому что Не смотришь Как оглашенный Несешься Ты понял За тобой приезжаю Недавно Звонил папа Я маме Отказал Разговаривать Они тебя травят Между собой Между собой не ладят А ты Расквасился И же Слезы И домой Хочу Если ты будешь Домой хотеть Раньше Время Тебя никто Не увезет Папа живет Далеко В Москве Практически В Москве Но звонит Папа Я Папе Сказал И тебе Отказываю Я ему Разрешал Один раз Неделю Звонить Ну Неделя Кончилась Я звоню Я говорю Знаешь Меня будут Спрашивать И Светлана Его мама Скажет Вот видите Верующий Как Меня не разрешает Хотя я Ну там Я не знаю В каком она Статусе Находится Ей же Не разрешу Это Не запрещено Встречаться Я говорю Мне выгоднее И тебе Не дать Чтобы меня Не упрекнули И я ему Не дал Все Кончилось Нормально Он Совершенно Нормальный Ребенок Они начинают Что-то Ему Говорят Он Слушает Лежу Расквасился Ну Это Ребенок Ты Должен Понимать Это Понял Никаких Изменений Нет Люби Папу Люби Маму Это Твои Родители И бабу Люби В лагерь Если не хочешь Следующий год Не приезжай Тебе не отказано Было Мама сильно Не хотела Что ты приехал Она мне Звонила Звонила Я говорю Не отказано Я не могу Отказать Мне должны быть Вестки основания За Тимоши Этого не числится Так Ты постарайся Эти дни Тут еще Пять дней Почти Так Активно Провести Может быть У тебя друзья Появятся Какие-то Вот тебе На Вот еще Прямо в грудь Кулаком Ну Она тронула Тебя Ну что Так Агрессивно Друг против друга Развернулась Прямо На глазах Долбанула Малышка Вот это Что это Вы такие То Брат ее Гнобит То Сестренка Бежит Жалуется У нас Этого не было Их Пятеро Нас десятеро В семье Десятеро Пять сестер И пять братьев И мы этого не знали Что Сестренку Ударить Даже мы не слыхали Про это Защитить ее Да Тут Это дело Другое Прямо На глазах Так Ты понял Прекрати Вот это Безобразие Иначе превратишься В то Что я тебе показал Взрослые Тебе это не надо Фуфлом Сделаешься И все Так Все Вопросов нет Прекрасно Пошли за обед С Богом Молодцы Мои они все знают И дома Чтобы носили Платочки Давай Покажи Покажи Вот это Что повесил Здесь Вернись Убери Отсюда Егор Это мое место Убери Куда-то Здесь никто не вешает Иначе тихо Укрой Теплоточка нет Так Свою руку Забери Ты бы раньше разделся Чего ты боишься Холода Где-то повешай А потом уберешь Никогда этого не делай Повешай там где-то на палку А потом убери Так Светой воды Скажем Дали Дядя Володя О Че Магнит Садись Садись Че с ты ходишь Быстрее садись Она в шахту заглядывает С хлебом Маленькая подошла На кланину Хлеб Хлеба всем хватит Подвигайтесь дальше Так Сахару достать Которые Это Сахар любят Вы ввозьте сюда Вон на тот стол садитесь Выпишитесь Садитесь Вас отдельно будут кормить Дайте им хлеба Сахару Там по кружке Так Внимание Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь По славу Божию Садитесь за один стол Куда дальше Продвигайтесь Так За этот стол В руки то убери Разлегся Миша Помилуй меня Грешно По славу Божию Значит Дайте им хлеба Воды и сахару По стакану Не чаю Воды Не Все Так Святую воду Можно дать им Осветить Давайте Они хотят сладостей Я их накормлю Досыто У меня мешок Сахару Вика Что ты Подняла Святая вода Так Ни одного слова Чтобы Все 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 Ни пряников Ни ничего У них сладостей хватает Это соберете Хлеба положите им Чаю Без размера Чаю Без размера хлеба И сахару по стакану Просит Ты одна бегала? Да Этого нельзя делать Просит Нестер Ты знаешь Она побежала? Да Как ты мог допустить это? Вот так Твоя сестра Нельзя этого делать Она должна быть под присмотром Там может быть чужой человек Но чашки не споняет Ребята Ребята Так Ко мне малышки Маленькие Пошлите сюда Маленькие Иди сюда Морковки Морковки Немного Мы должны расти быстро Вот так Вот так Сразу Сидай 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 Сидай